Сегодня ты узнаешь, откуда взялся шаблон мема про грустного и веселого парня в автобусе. Поехали! Мем «Два парня в автобусе» стал популярным совсем недавно. Он изображает двух молодых людей, они сидят в разных рядах и видят разные пейзажи из окна. Один из парней со счастливой улыбкой видит красивый вид на закат, а другой тем временем хмурится и совершенно несчастно смотрит в окно, из которого видно только поверхность скалы. Оригинальное изображение было взято из произведения бразильского карикатуриста по имени Генильда Рончи, который загрузил это произведение искусства на свой веб-сайт 24 августа 2013 года. Я заглавил на португальском, иногда это зависит только от нас. А оригинальное изображение содержало еще один фрагмент текста, который переводится как «Выбери счастливую сторону жизни». В 2019 году картинку превратили в мем. Тренд зародился в бразильских соцсетях. Все началось с пользователя Твиттера, который подписал картинку следующим образом. «Не курят сигареты, курят сигареты, курение зло». В таком виде шаблон просуществовал два года, но не стал сильно популярным. Однако в 2021 году тренд возродился. В апреле его вновь подхватили испаноязычные пользователи Твиттера. Парень, который жалуется на кринжовые вещи. Кринжовый парень. Жиза со смыслом. А в ноябре мем вышел на пик популярности и разошелся по всему миру. Значение мема «Грустный веселый пассажир автобуса» в раничном ключе сравнивает два типа людей или две стадии жизни одного и того же человека. Например, тех, кто всю жизнь арендует квартиру или платит по ипотеке, и тех, кому квартира досталась наследство. Также шаблон часто фотошопят, убирая с картинки людей или перемещая их в разные части рисунка. И вот вам немного милоты. Автор оригинальной карикатуры поблагодарил людей, которые сделали из его творения мем. Сначала Ронки выложил картинку с благодарностью. На ней уже известные персонажи держат плакат со словами «Спасибо». Далее художник записал видеообращение, где сказал что-то непонятное на татарском. Но если перевести, он еще раз поблагодарил юзеров. Также он развеял слухи о том, что продал рисунки как NFT. И на данный момент выкатил еще пару мотивационных картинок со знакомыми персонажами. Свобода с цепями и зеркало жизни. А ты тоже едешь по утрам на работу или учебу с такой же кислой миной? Напиши в комментариях, будет интересно узнать. Если ролик тебе понравился, то поставь класс, я буду этому мега рад. На этом все, пока!